здравствуйте уважаемый любитель ножей зритель нашего видеоканала сегодня еще немного расскажу про кратчайские ножи которые мы делаем ну вот почему да я их делаю я вообще делаю те ножи которые мне нравятся и для меня изготовление ножей это в прежде всего увлечение мне это нравится да это бизнес да это приносит деньги но я делаю то что мне нравится то что мне не нравится и даже если это я это обычно не делаю даже если это приносит деньги и все кто меня давно знает в принципе знает что это так кстати в том числе и земляков и коллег по бизнесу очень уважаю карачаевскую культуру особенные уже от я про это говорил начал уважать когда открыл конный клуб и завел карачаевских скунов порода уникальная и я больше уважал культуру карачаева черкесии и поэтому у меня соответственно может быть даже вот эти лошадки меня дальше сподвигли вот это развивать да самое главное что эти ножи они очень очень функциональные делаем их в разном виде то есть у многих есть это нож понимаете я всегда говорю нож который придумал народ но ведь вот вот этот нож который придумал народ он действительно ну посмотрите тут же ничего ли лишнего хочу обратить внимание для скептиков которым всегда нужны гарды все профессиональные ножи якутские чукотские проекты говорил финские вот все профессиональные ножи они без гард почему больше маневренность вот банально картошку почистить это удобней овощи какие-то счета порезать подрезать нож без гарды это всегда более профессионально более функционально маневренность выше ножа однозначно вот я то опять же не раз говорил нож вот который есть у нас он там таежный профессиональный это в журнале охота охотниче хозяйства и там же целая статья она в интернете есть и там вот человек от нее придумал да это мнение человека тогда еще в советском союзе он писал чем больше вот этих всяких пиратских крестовин тем примерно дословно я говорю что там написано тем менее функционально и и поэтому тот нож он тоже гарды не имеет в действительности размер все форма дропчик да на нем есть подъемчик оптимальный ну это люди которые живут в горах до нож у них постоянно постоянно на поясе ведь гарда она нужна для того чтобы когда человек ли у человека лежит нож где-то в шкафу там не знаю столе в письменном он иногда достал или собрался на охоту для него выход на охоту это целая там история то есть он объезжает все магазины на себя все навешивает все берет потом этим ничего не пользуется пользуется в основном только там это к сожалению 50 процентов охотников современных охотников они этим страдают и поэтому не все не все вот а нож для карачаевца это постоянный рабочий инструмент он висит на поясе все вот он на поясе он им все делает он им работает он им если на охоте разделывает зверя плюс свое хозяйство там бычки еще что-то соответственно тоже работает по обдирке и родилась вот это оптимальное скажем так форма этого ножа ну здесь надо понимать да то есть мы делаем какое отступление то есть более технологичное отступление это когда у них идет это полностью деревянная ручка и вот этот охват до который идет он сделаны из такой оковки железки понимаете это с точки зрения практичности это ничего не дает это дает аутентичность да так называемую но например ну у них я вам скажу не было до такой возможности сделать например вот такой же вот боль срез латуни точнее это было была такая возможность но это было очень дорого и поэтому дерево подходила прямо под эти щечки вплотную и здесь делалось оковочка оковочка для чего делалось ну чтобы торец дерево не разрушался здесь смысл тот же самый мы даже сахар сохранили вот этот охват да вот вот обратите внимание здесь да вот это охват клинка вот ее видно и стоит страны вот данный нож это дорогой сегмент это рукоять блэквуд и с 390 про нее рассказывать не буду повторяться что это за сталь соответственно ножны ножны глубокой посадки такого же плана как и у них с этим понятно дальше опять же мы выпускаем вот такие вот бычаки это из моей любимой стали 9х с тоже также идет окладка охват здесь вот видите он в ноль сведенный здесь тоже клинок охватывается вот смотрите кап клёна стабилизированный ручная колочка вот тоже такой вот бычак ну и последнее я уже показывал но повторюсь это станочные работы и рукоять из резина пластика как бы мы не хотели будущее вот за этим все равно ну естественно если мы ну в каменный век не вернемся или ближе к нему что там не знаю пластика не будет еще чего-нибудь не будет вот так пока вроде все есть то есть все отечественное санкции вот на это никаким образом не повлияют также сюда лезвие можно ставить из любой стали в этой технологии абсолютно из любой хоть из 9х с можно ставить до хоть из порошка из любого но в основном они будут это d2 ну как d2 закончится так будет х 12 м и 95 или aus 8 вот вот как то так то есть очень мы этим заморочились дальше я еще не раз к этому ножу вернусь и покажу какие у нас будут интересные моменты интересные решения и вот хочу сказать что я так то не мне эти ножи нравились и вообще дело в том что ведь он к нам ближе чем якутский нож он даже ближе чем финский финский он немножко у него другая специфика вот а здесь понимаете он именно близки нам потому что вот и народ то мы же ведь вот задорно вправ был мы ближе все-таки не к европейцам а ближе к азиатам наверное так поэтому наверное вот и и ножи нам ближе такого плана согласитесь он же более он более понятный давняя двухсторонняя за . вот у него дробь есть ведь не на каждых фильмах есть дробь да допустим у нее рукоять вот без грибка обыкновенная прямая с небольшим сзади как бы упорчиком а когда повторюсь уже ближе связь с этой культурой начал знакомиться так как в моем конном клубе практически все кони это карачаевской породы начал общаться с ребятами оттуда чем больше я короче в это залезаю тем больше уважаю и этот народ и их национальный нож так что у кого нет карачаевского ножа надо обязательно купить всего доброго до свидания